Друзья, всем привет! Мы находимся в бассейне Чайка и сегодня мы протестируем самые популярные тренировочные ласты для фридайвинга. На примере этих ласт мы увидим эволюцию тренировочных ласт от резиновых дельфинов до силиконовых молчанов. Попробуем, как плывется во всех этих ластах и расскажем о своих ощущениях. Видео будет очень интересным и полезным. Присоединяйтесь! Апнеа Клаб Горький представляет Начнем по старых добрых дельфинов. Вспомним, как оно нырять в дельфинчиках. Друзья, ныряем в чайке. Так прикольно, под водой. Прозрак гораздо лучше, чем над водой, чем на поверхности. Смотрите. Опа! Я поплавал в дельфинах. На самом деле давно в них не плавал, но ласты очень-очень хорошие. Хорошо держат стопу. Пальчики там все очень плотно сидят. И такие они мягенькие, классные. Мне понравились, честно говоря. У них, пожалуй, недостаток один. Это то, что они такие не очень стильные, что ли. Сейчас одеваем пауэрфинсы. Очень красивого цвета. Пауэрфинсы уже более жесткие ласты, сделанные из специального материала. И сейчас посмотрим, как в сравнении с дельфинами, какие у меня будут ощущения. Поехали. Ну, что сказать. Ласты пауэрфинсы гораздо более жесткие, чем дельфины. Грести в них сложнее. Но при этом они не такие мягкие, как дельфины. Не продавливаются за счет усилия ноги и более упругие. В общем, ласты тоже хорошие. Так, одеваем самый топ тренировочных ласт. Ласты Молчановс. Телекон. Друзья, как только одел ласты Молчановс, понял, что эти ласты, короче, каждая на свою ногу. То есть левую нельзя надеть на правую и наоборот. И это очень прикольно. Они очень комфортные, такие мягенькие, силиконовые. Очень приятные на ощупь. И сейчас попробую, как в них плыть. Тренировочные ласты Молчановс. Очень мягенькие, комфортные. Практически не ощущается, что ты плывешь в ластах. Но ты плывешь в ластах при этом. И это такое прикольное ощущение. Не знаю, хорошо это или плохо, но ноги практически не забиваются. Может быть, только к концу бассейна. И таких больших усилий, как пару финси, прилагать совсем не нужно. В общем, ощущения тренировочных ласт Молчановс очень похожи. Они по работе на какие-то длинные, мягенькие, может быть, карбоновые ласты. Галоши очень похожи на кастомную галошу Молчановс. Ласты мягенькие, хорошенькие, комфортные. Если приоритет у вас именно, чтобы получать на тренировках такой комфорт, то я думаю, что эти ласты вам точно подойдут. Не знаю, с точки зрения накачки мышц, получится ли в них так проработать, так нагрузить ноги, как пару финсов, например. Но то, что вы будете на тренировках получать удовольствие, это точно. В общем, друзья, по тренировочным ластам выводы такие. Если вы только начинаете и хотите попробовать фридайвинг, то можете остановиться на ластах дельфинт или пауэрпинт. Это будет очень хорошим выбором. А если вы решили, что фридайвинг – это то, чем вы будете заниматься долго, тогда есть смысл потратить чуть больше, купить ласты Молчановс. Они реально очень классные и красивые. Спасибо за внимание и всего доброго.